Заканчивается сегодня наш день тем, что мы провожаем парней в Москву. Да? Новый день, новая серия. Сегодня наш день начинается с аляскинского зоопарка. Вот вы можете видеть задницу морского котика. Повернись к нам лицом, чувак. Вот он плывет. Такой. Вот из таких шапки делают у нас. Следующий обитатель зоопарка Белый Медведь. У нас была возможность купить тур, если летать. Посмотреть на Белого Медведя. Вот он один, он там второй. Тур, чтобы слетать на север после Белого Медведя, стоил 500 баксов. Мы посмотрели экшн за 15. Зоопарки, но зато посмотрели. Оленю интересно потрогать камеру. Привет. Он такой, а что это за камера? Что это такое? Вам понравилось, как вас целовал олень? Вот так и поцелуйчики от оленя вам достались. Большая туша на маленьких ножках. Вот мы походим в городе, в лесу. Аляскинский волк. Вот такой он здоровый. Средний вес около 70 килограмм. Мужчин живут до 19 лет. Вот такой вот зоопарк на Аляске. Теперь вы можете посмотреть, чем отличается як от овцебыка. Это як, а там овцебык. А это верблюд. Мы едем в последнее место на сегодняшний день. На леднице Матамиска. И сейчас остановились вот в таком живописном месте. Пофоткаться на фоне этого крутого вулкана. Этой тайги. И реки Чусовой, которая здесь течет. Я стою на обрыве. Здесь течет золото. Мы приехали на ледник. Называется Матанушка. Вид издалека. Сейчас пойдем вблизи. Притронемся к этому тысячелетнему льду. Искупаемся вот в этом озере. И вообще будет круто. Здесь всякие следы медведей. Вот здесь вот. И следы невиданных животных. Очень крутые виды. Чтобы прийти к этому леднику, надо пройти по таким грязевым полям. По таким дорожкам. Прикольно сделали, что можно идти, дойти и не испачкать ноги. Хотя жижа тут знатная. Такая вот. Сейчас мы подойдем прямо близко к леднику. Полезем на самый верх. Будем кидаться снежками. И лизнем. Лед. Или еще что-нибудь такое. Что-нибудь такое. Да. Что-нибудь такое. Может быть даже. Что-нибудь такое. Желтенький лед сделаем там. Чтобы он прошел через тысячелетие. Желтый снег не ешь, Роман. Ладно. И чтобы наши внуки пришли и посмотрели, сказали. Офигеть, желтый лед. Что это значит? Мы не можем догадаться, из-за чего он пожелтел. Давай сделаем это национальным парком. Назовем желтый лед. Нашнул парк. Что-то мы прошли совсем мало. И уже написано конец стропы. А дальше идешь, идешь, идешь и все. Ничего нету. И дальше ты можешь ходить где угодно. На любую часть ледника поднимись. И если ты упадешь, то никто ни за что не отвечает. Это то, что нам нравится. Мы пойду идем, парень. В любой момент можем просто провалиться. Можем провалиться. Мы не провалимся. Там есть более хорошие ссылки. Вот от салата. На снежные ущелья внизу. Короче, мы идем и слышим такой шум. А это вот такой маленький ручеечек превращается в бурную реку. Где-то в подземелье. Где-то под этим льдом бушует просто амазонка. Блин, очень круто. Да. Вообще круто тюшенька. Люди идут сюда с ледорубами и в специальных ботинках. Мы же абсолютно неподготовленные, глупые русские туристы. Идем в обычных кроссовках. Это Аляска, детка. Это Аляска, детка. Только хардкор. Вот так вот. Но виды, конечно, обалденные. Это то, ради чего мы ехали на Аляску. Мы это увидели в последний день. Продолжаем прыгать, как горные козлы по этим ледникам. Под нами журчат ручьи. Мы вот по этим камням скачем. И вот так вот спускаемся. Надеемся спуститься на это плато. И потом пойти ближе к тем скалам и голубым горным озерам. Давай сначала спустимся. Все. Давай, пошли. Теперь будем заговорить с горной козлой. Ну что, горные козлы тоже падают? Идеи, что мы не будем козлы. Ну, потому что мы уже не совсем козлы. Скоро, если мы пойдем козлать козлой, ну, значит, что-то есть. Лядом с лавой уже скользит. Самый настоящий козел забрался наверх. Аккуратненько и без потерь. Все. Вот мы уже зашли в царство льда и снега. Мы прошли самым тяжелым маршрутом, что обычные туристы идут вот здесь вот по камушкам, по речке. Но это не для нас. Это слишком туфтово и попсово. Парни ушли. Я остался один. Дальше дорога еще хуже. Вот я вышел на небольшую тропинку, которая меня привела вот к такому виду. Очень крутое место. Тут такой чет ручеек осуществлительного ледника. Мне прям так хочется его попить. Это реликтовая вода, которая была здесь еще со времен динозавров в виде льда. Только сейчас она начинает таять. Дошла ее очередь. Ну а вот здесь выйти обрыв. Дальше вот такие невероятные виды. Пройду еще немножко дальше и тоже, наверное, буду возвращаться. Потому что одному идти уже не очень круто. Можно куда-нибудь упасть и тебя никогда никто не найдет. Я дошел до своей конечной точки. Дальше идти уже без ледорубов и кошек просто очень опасно. Кругом ледники. И вот такие речушки служат мне тропинкой. Вот по таким тропинкам я иду уже последние минут 10. Дошел достаточно далеко. Прямо вот до этого крутого ледника. Дальше уже не пойду и иду обратно. Вот здесь такое озеро существует. Я был так рядом и не смог убежаться. Я дошел прямо до озера. Вот одна из горных подземных рек этого ледника спускается прямо в это озеро. Я не знаю какая здесь глубина. Думаю, что она здесь офигенно большая. И дальше не буду подхитить, потому что как вы видите там уже все. Обрыв. Река идет. Размывает. И я могу оказаться не на леднике, а уже на айсберге. Сейчас я вернусь обратно на свою тропинку и пойду к машинке. Отличный, отличный, отличный маршрут. Стоит такой маршрут 20 баксов. Надо заплатить за вход на въезде. Но зато вам открывать здесь потрясающие виды. Вот такие. Вот он. Мотанушка. Глейшер. Очень крутой. Но без специального оборудования сюда сложно. Надо хотя бы, чтобы были кошки на ботинках. Я третий день в пути. У меня кончается батарейка. Я поранился, неудачно приземлился. У меня кончается свет, газ, отопление, еда. А самое главное, передо мной возникло непреодолимое препятствие в виде вот такого вот озера. Вот там уже дорожка, а вот здесь еще озеро. Сейчас еще обходные пути, как его обойти. Пока что мне это не удается. Вот. Но единственное, что меня радует, это виды. Все остальное уже сложнее. Я отделился от коллектива. Парни возвращаются старой дорогой. Я пошел прокладывать новый маршрут. И сейчас иду вот по таким расселенным. Это очень опасно и непредсказуемо. Потому что подо мной течет река. И неизвестно, сколько она уже подмыла. Льда. Сколько его еще осталось. И можно ли здесь сейчас идти. В принципе. Надеюсь, я дойду сегодня засыпло. Сейчас только что на моих глазах. Слава нырнул в прорубь. Шел совершенно спокойно по тропе. И вдруг под ним сломался лед, он упал в воду и поплыл. Здесь кругом вот такие вот расщельные. Однажды упав в которую, шансов самостоятельно у тебя выбраться никаких. Мне надо добраться сейчас вот до сюда. Вот до сюда. Там стоит конус. И я пойду своей старой тропой. Это пипец. Тут все одинаковое. Пришел здесь три минуты назад и ты уже не знаешь, где ты был. Где ты шел по-настоящему. Ладно, я выключаюсь. Продолжаю идти. Заканчивается сегодня наш день тем, что мы провожаем парней в Москву. Да? Летим. Вот так вот закончилась подготовка. Приключениями сегодня. Но слава богу, слава не утонул. Да. Рома не провалился. Да, все закончилось хорошо. Все летят домой живые и здоровые. Не переломаны, ничего. Вот так ко мне. Завтра прилетит группа и у нас начнется две недели поездки. То, что вы видели, у нас будет причесано, приглажено и красиво уложено. Вот так что смотрите нас дальше. Субтитры сделал DimaTorzok